Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и да, вы обратили, наверное, внимание, почему нет лица у меня слева внизу, сейчас объясню. Я хотел вам сегодня рассказать и поведать о том, как можно в игре Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 поставить свое лицо. Возможно, в это нереально поверить, но да, ребят, игре больше 10 лет, но на главного персонажа нашего с вами, игрового, можно поставить свое игровое лицо. Как же это делается? Когда вы будете создавать персонажа, здесь у нас есть возможность с вами выбрать лицо, и вот тут появляется значок у нас с вами камеры, совершенно верно. Для этого нам потребуется вебка, желательно хорошая. Вы на нее нажимаете, после этого появляется моя головешка. При использовании лица некоторые, возможно, настройки будут недоступны. У меня она довольно сильно сейчас подлагивает по неизведанным причинам, на самом деле, на это, но мы сейчас с вами все сделаем, то есть можно ползунками настроить ярче, светлее, пусть к ней, а, он экспозицию, потому что через экспозицию делает, я понял. Поднастраиваем то состояние, которое нужно, желательно, чтобы лицо было видно нам с вами хорошо. Вебка у меня нормальная, не обращайте внимания, это из-за экспозиции, поэтому там происходит такие лаки. Ну что ж, мы с вами выставляем ту яркость, которая нам необходима. Он максималку поставил, идеально получается. И нажимаем, так же можно увеличить, уменьшить всякую яркость. А может, ее по-другому сейчас сделаем вот так, чтобы она не лагала, чтобы не было попроще ссориентироваться. Это яркость. То есть он открывает доступ, можно сказать, к настройкам камеры. И нажимаем далее. Нанесите голову в красный квадрат так, чтобы подбородок касался нижнего края. Сейчас я знаю довольно громкий звук в игре, но я прошу прощения, здесь ничего не могу поделать. Надо было прежде, конечно, поменять. Так, подбородок касался нижнего края квадрата, а верхняя часть головы верхнего. Посмотрите в камеру и оставайтесь подвижным до окончания съема состояния. Вот так вот мы с вами делаем. Так, вот так, вот так. Как-то так, примерно. Теперь мы с вами ставим галочки, где у нас с вами на внешнем углу правого глаза. Правый глаз, это, соответственно, вот он он. Мы нажимаем вот здесь. На верхней точке волос. Вот здесь. Также далее мы с вами ставим галочку на левом углу глаза. На нижней точке левого уха. Вот она у нас лапка. На верхней точке слева шеи, где она вверху переходит спину. Наверное, вот здесь я понимаю. Она и на глазах. Верхней точке подбородка. Вот здесь. В верхней точке справа щеки, где она переходит спину. Также левой точке про ухо, где переходит спину. В центре рта. В точке можно перетаскивать, где его кнопка мыши. И мы с вами все это перетаскиваем на редакцию. После этого нажимаем принять. Я нажал принять, только не вижу, что что-то произошло. Странно. Сейчас, ребят, разберемся. Короче, вам надо было нажать еще раз. Также сделать фото. Но надо было сделать его теперь в бок. Только затем повернуть голову на 90 градусов. Голова на экране смотрела налево. Голова на экране. Вот так. Таким вот образом делаем. Принвижаем головешку свою свадьбу. Как будто фоторобот какой-то делаем. В конце концов, как будто у нас... Головник. Сделаем поворот в голову. Вот так вот. Примерно таким вот образом. Теперь мы с вами ставим в нижней точке подбородка. Вот здесь. На кончике носа. Вот здесь. На переносице между глазами. Вот здесь. Теперь также на внешнем углу глаза. Вот здесь. Верхнюю точку волос. Вот здесь. Верхнюю точку волос. Боку, сзади точнее уже. Ух, где она переходит в стулу. Край. Вот это вот у нас с вами. Точки можно перетаскивать. Если вдруг вы захотите что-то поставить не так, можно перетащить. Вот. Мы с вами все будем расставить. Нажимаем принять. Создается уникальная внешность. Пожалуйста, подождите. Я знаю, довольно громко, ребят. Я прошу прощения, я не поменял громкость игры. Но вот, собственно, как-то так. Прикинь. Ты что, похож? То он похож. Если правильно точки расставить, ребят, лицо будет более качественное. Но здесь я какой-то не особо улыбчивый. Надо было, наверное, на камеру улыбнуться. Тогда было бы покруче. Но ты посмотри, а. Прямо вылитый я. Ну, круть. Чем не круть, а? Теперь Юранка будет против террорюгов, короче, воевать в игрушечке. Я до этого раньше, помню, записывал подобный гайд. Но просто пришлось его удалить. Но это что-то с чем-то. На самом деле, ребят, тема такая просто, на мой взгляд, лютая. Если вдруг, когда вы персонажа уже, значит, нажимаем принять, все, можем спокойно играть. Это одна единственная игра в своем роде, в которой я вообще нашел такую возможность свое лицо персонажу делать. Вот реально. Почему такую тему не добавляют в других играх? Для меня просто загадка. Ну, вот серьезно. Получилось классно. Но здесь, по-моему, я более старый. Если вдруг вы изначально персонажа создали, как его пересоздать? Вы нажимаете просто мой персонаж. Затем вы нажимаете экипировка. Исходная внешность. Ее сбрасываете и настраиваете заново. У меня часть получается полум очков. Там просто часть стороны лица затемнилась. Поэтому тут просто как бы экспериментируйте. И будет все классно. Плюс нужно яркость желательно лучше отредактировать. Потому что если слишком большая яркость, у вас лицо будет такое вот немножко мраморно-белое. А если яркость слишком низкая, то наоборот лицо будет более темным. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Так что с вами был ваш Юранко. Огромное спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Будет еще не менее классных и более других крутых у нас с вами гайдов. Так что будет много чего крутого. Не переключайтесь. До новых встреч. И пока-пока, ребятушки. С вами был ваш Юранко.